на первые строчки по серьезным запросам, коммерческим, ценным, интересным для вас. То есть, в общем-то, одно из первых, на что мы смотрим, когда нам дают сайт в работу или пытаются дать нам сайт в работу, это чем он наполнен. Так, возвращаемся к граблям. То, что касается наполнения, вкладывайтесь в наполнение интернет-магазинов, чтобы оно было уникальным, платите копирайтерам. Биржа фриланса широка, но единственное, что да, найти фрилансеров, которые хорошо вам дешево и качественно сделают, но это надо постараться. В среднем один из десяти фрилансер, копирайтер, работает хорошо. Но надо такую найти. То, что касается телефона на сайте, телефон – это стереотип такой, который имеется в Рунете. Почему, собственно, сайты, спертые в чистом виде из буржуинета, они не работают в России, в принципе, они не продают. У нас стереотип – товары на главной странице вместе со скидками, с акциями и так далее. Большой красный телефон – справа сверху. Ну, единственное отхождение – телефон может быть не красным и не справа сверху, а слева сверху, грубо говоря. Опять же, если этого нет, то конверсия сильно падает. Соответственно, и телефон должен быть, в частности, городским. Это создает, так сказать, доверие дополнительное к сайту. То, что касается заполненного раздела контактов, там не только форма обратной связи должна быть. Там должно быть что-нибудь еще. Ну, то, что касается вот этой вот грабли. Если интернет-магазином не занимается сам владелец, так сказать, не живет мыслью о том, как бы сделать мне хорошо, вот чтобы было сайту хорошо, интернет-магазин не будет приносить кучу прибыли. То есть, сделать хороший сайт, вложиться на этапе разработки, да, и отдать денег оптимизаторам и забыть, уйдя в другой бизнес, это неправильный подход. Такой интернет-магазин поднимается крайне редко и крайне долго. Лучшее, что может сделать владелец интернет-магазина, это постоянно о нем думать, о том, как бы сделать так, чтобы он был лучшим, стал лидером рынка, приносил много денег, что можно предложить покупателям и так далее, и так далее. Надо думать о своем бизнесе. А, ну, значит, то, что касается Яндекс.Директа и вообще контекстной рекламы. Тут наверняка тоже, ну, вообще, наверняка собралось масса специалистов по контекстной рекламе. Главная проблема здесь вот какая. Стоимость привлечения одного покупателя в интернет-магазине должна превосходить прибыль, прибыли, получаемой с одного заказа. В случае с Яндекс.Директом уйти в минус по вот этому соотношению очень-очень легко. То есть те же показы по контекстной рекламе по запросу игрушки может стоить, там, грубо говоря, доллар. И обойдется вам одна продажа в 100 долларов, а средняя прибыль 30 долларов, например. Эти все вещи надо просчитывать, во-первых. Ну, если заранее посчитать не удается, то начинать контекстную рекламу с низкочастотных запросов, которые абсолютно целевые. Грубо говоря, купить паровозик зелененький в крапинку в интернет-магазине таком-то. Вот. Там у вас конверсия будет, да, процентов 30, ну и, грубо говоря, да, еще и ставки будут сами по себе намного ниже, чем по запросу игрушки. В этом случае, да, для вас будет компания рентабельная. Поехали дальше. А, о, программа обмена ссылками я не рассказал. Программа обмена ссылками не работает уже давно. Во-первых, люди приобрели иммунитет к сторонним ссылкам на ресурсах. Они практически полный иммунитет к баннерной рекламе приобрели. То есть по баннерам щелкают люди с отсутствующей покупательской способностью, по большей части. Следующие докладчики могут со мной поспорить. Про обмен ссылками вообще штука бесполезная совершенно. Ну, про экономию на SEO-шниках. Как бы вам сказать? Если я хочу построить коттедж, я могу строить его сам. Потрачу на это 5 лет времени, стану профессиональным строителем, а можно зарабатывать деньги и платить специалистам. В общем-то, это известная проблема, с которой сталкиваются люди в конкурентных тематиках, в конкурентных регионах. В первую очередь, в Москве, конечно. Касается, в Ярославле продвинуть сайт вы сами сможете в большинстве случаев. Давайте дальше. Что такое Яндекс.Маркет? Это площадка для продажи товаров, которые имеют характеристики некие. Грубо говоря, телефон, Samsung, такой-то, такой-то, такой-то. Чем он может отличаться в разных местах продажи? Это ценой и, собственно, местом, где его можно купить. Вот такие товары отлично продаются через Яндекс.Маркет. Товары типа, там, ремни, свечи, подарочные наборы. Вот такая вот фигня через Маркет не продается. То есть, нет, продать ее можно попытаться, только будет у вас три продажи в месяц. Хорошо, если. Соответственно, вот такие вот товары, имеющие характеристики в явном виде, их продавать надо через Маркет. А, ну тут дальше проблема опять про Маркет. Мы туда, дескать, выставили свои товары, а их почему-то не покупают на Маркете. С Яндекс.Маркетом, на самом деле, много интересных вещей связано. Это вообще отдельный рекламный инструмент, мощнейший. По собственному опыту, объем продаж, ну, с точки зрения конверсии именно, объем продаж с Маркета, там, значит, на Маркете каждый интернет-магазин имеет свой рейтинг в звездочках. Объем продаж двухзвездочного и трехзвездочного интернет-магазинов может отличаться, ну, там, в два раза, грубо говоря, в три. Даже. Трех- и четырехзвездочного тоже. А вот двух- и пятизвездочного там может отличаться более чем в десять раз. Соответственно, рейтинг интернет-магазина – это, ну, наше все на Маркете. Рейтинги можно, ну, во-первых, выжимать из покупателей. Покупатели, естественно, крайне неохотно оставляют отзывы, тем более еще и положительные. Отрицательные – пожалуйста. Ну, в ряде случаев рейтинг можно на Маркете накручивать, если вы представляете, как это делать. Вот. Мы этой технологией владеем, но не продаем ее, скажем так, не оказываем эти услуги, потому что там трудоемкость выше, чем на этом можно заработать. Но смысл такой, что, в принципе, отзывы накручиваемы, единственное, что Яндекс великолепно отслеживает то, что отзыв фейковый. То есть проходит у нас, при отваженной технологии накрутки, проходит один отзыв из десяти приблизительно в среднем. То есть там сверяется все IP-адреса, чтобы доставка доставлялась в тот регион, из которого оставляется отзыв, что этот человек раньше был на Маркете и вообще на карточке этого товара и так далее, и так далее. Там многоступенчатая система. Вот. Что еще про Маркет? Что еще про Маркет? Ну, наверное, пока все про Маркет. Ну, то, что касается шарзлатанов, сеошников, не надо судить о всей строительной отрасли в целом, если вам какие-нибудь жители СНГ сделали некачественный ремонт в квартире. Поехали дальше. О, большая, на самом деле, очень серьезная проблема. Мы будем продавать товары по всей России. Там раскрывать эту тему подробно у меня, к сожалению, нет времени. Проблема в чем? У каждого сайта есть свой регион. В каждом регионе предпочтение поисковиком, ну, разговор про Яндекс в первую очередь, предпочтение поисковиком отдается сайтам из данного региона. Если у вас сайт с регионом Ярославль, вы можете пытаться продвигаться по, предположим, Челябинску, но для этого вам надо иметь филиал в Челябинске. А также еще здесь помогает такая штука, как Яндекс.Каталог. Это единственный инструмент, который позволяет проставить сайту несколько регионов. Суммарно до восьми вместе. Вместе это одним из регионов будет регион России, тогда если у вас несколько. Итого, Ярославль, еще шесть регионов и Россия. Для этого вам надо иметь филиалы в этих регионах или создать видимость того, что у вас есть эти филиалы. Дальше додумывайте сами. Поехали. Это проблема, так сказать, подхода к рекламному бюджету. У меня, к сожалению, есть такой печальный опыт. Очень крупная финская компания, у которой 11 заводов по производству коттеджей. Стоимость одного коттеджа, по-моему, начинается от 2, что ли, миллионов или от 2,5 миллионов. Отказалась от наших услуг, потому что они платили 25 тысяч в месяц. Отчеты как-то вот захотели порезать рекламный бюджет до 15. И я им говорю, вы совсем там сдурели. Вы поднимите его до 100 тысяч. Вы будете продавать на 5 коттеджей больше, грубо говоря. Это вам отобьется там 100 раз. Нет, нет, нет. Все, у нас рекламный бюджет 15 тысяч. До свидания. Ну, до свидания. То есть, не у всех есть понимание того, что вложение в рекламу, да, там, одного рубля, может принести 10 рублей. Поднятие расходов на рекламу может, соответственно, пропорционально поднять прибыль. Почему-то это не у всех есть понимание этого. Ну, собственно, на этом как бы все. Давайте по вопросам пройдемся. Да, слушаю. Если ты говорил про проверку контента на уникальность интернет-магазина, вот ситуация такая, что интернет-магазин средний, допустим, ну, там, тысяча позиций. Как проверить все карточки товаров на уникальность? Ну, можно проверить там случайный выбор, но может так совпасть, что случайная выборка там был уникальный контент. Не репрезентативно, да. Да, это не уникальный контент. Ситуация, на самом деле, исходная, не совсем понятна, потому что одно дело у нас, когда идет разговор с клиентом, клиент говорит, что вот у меня, дескать, интернет-магазин. Первое, что делают наши ребята, да, это берут там 10 товаров случайных и пробивают на уникальность описания. Если все 10 уникальны, значит, хорошо. Если половина не уникальны, значит, начинаем разбираться, и клиент сам говорит, где он копипастил, а где он копирайтил. В случае, если у вас свой сайт, вы, наверное, подозреваете, что вы копипастили, а что вы копирайтили. Я говорю не о своем, а о клиентском. О клиентском по отношению к кому? К нам, предположим, да? Ну, мы пробиваем, я говорю, 10 случайно взятых описаний, если они, ну, вот как я сказал. Это обычно очень легко выясняется, на самом деле, очень быстро. Либо оказывается, что у людей все копипаст, либо у них и так все хорошо, потому что у них все копирайт. Промежуточных вариантов почти не бывает. Еще вопросы есть? По внутренней организации интернет-магазина, задавайте вопросы. Если можно, представляйтесь. Андрей Цегемет, то есть, вот, меня интересует сам бизнес-процесс заказа товара и, как бы, его доставки. То есть, ну, как бы, хотя бы вкратце. Ну, на самом деле, я, да, ну, все услышали вопрос, да, касается организации заказа, доставки и так далее. Я, на самом деле, здесь не настолько уже компетентный специалист. Все-таки, ну, область моих интересов профессиональных – это привлечение покупателей, да, и извлечение прибыли из этих самых покупателей-посетителей. Вот, ну, то, что касается организации, давайте бы чуть-чуть, может быть, чуть более детально. Возможно, какая-то конкретная проблема, да, и я тогда смогу, возможно, сказать, как ее решить. Хотя вы со складом работаете или без склада? Мы работаем напрямую от поставщика, везем к клиенту. А бытовая техника не нуждается в складе. Ее встраиваемая бытовая техника обычно заказывается одновременно с кухнями, которые люди ждут по месяцу. Поэтому у нас практически всегда есть огромный люфт по времени. мы можем напрямую везти от оптовика к покупателю. На самом деле, это серьезная проблема в случаях, когда товары в интернет-магазина могут быть подарены в первую очередь. Сегмент подарков требует наличия на складе в большинстве случаев, потому что подарки обычно нужны вчера или, в лучшем случае, завтра. Их надо иметь в наличии, и вот тут уже возникает проблема, да. Спасибо. 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 Спасибо.